Всех приветствую на Wall Street Online. И по традиции, как обычно, мы рассматриваем основные фичерсные рынки и рассчитываем возможные сценарии, отбор важных ключевых уровней. Так, начнем с событий и новостей, которые нас ждут на следующей неделе. На этой неделе и Фомка была, и Employment. А вот на следующей неделе нас ждет тоже неплохое количество событий, отчетов и новостей. Сейчас начнем с штатов. Так, сейчас вы увидите рейтинг по S&P. Более интересно, посмотрите на рейтинг с недели по RTS. Тут прям целая баталия. Кто взял шорт, тот и на коне. Вот такие вот сделочки у склероза интересные. Так, на следующей неделе у нас Jobless Claims, Petroleum и в пятницу в банке и рынке закрыты Friday, 14 апреля. Petroleum будет в среду, 12 апреля и Jobless Claims, соответственно, 13 в четверг на открытии штатов. Это по важным событиям из далекой-далекой Америки. Так, что же ждет нас на следующей неделе по остальным странам? Сейчас, одну секунду. Пока подгрузится календарь. Кайман, Агран, боевой участник. Ну, есть такие, конечно, не очень сделки. И рейтинг сразу же по рублю. Продолжим в режиме, начнем с российского рынка. Это рубль. Соника молодец. Так, есть, 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 есть. Кстати, рейтинг пока сохранены те же самые условия по бонусам. И чуть детальнее, попозже, будет размещена полная информация, как принимать участие, какие бонусы будут и, возможно, будут еще, возможно, от партнеров какие-то мотивационные бонусы. Так, секундочку. Что там? Да, 12 апреля у нас снова состоится открытый вебинар. Те, кто зарегистрировался, в принципе, можно повторно на открытый вебинар не регистрироваться. Вы получите уведомление на почту. Проверьте спам, чтобы письма доходили до вас от нас. Так, по штатам индекс экономических настроений. Это в понедельник, ой, во вторник, сори. В среду денежно-кредитная политика Канады и выступление главы банка канадского. Вот. Далее, по четвергу в основном сальдо торгового баланса будет ключевым событием в четверг, кроме штатов. И в пятницу Страстная Пятница очень много стран. В общем, банки и рынки закрыты будут в штатах. Поэтому будет такая короткая неделя и стоит учитывать. Ну, грубо говоря, таких прям сверханомальных событий не ожидается. В общем, будет тихо и спокойно, я думаю. В среду, напомню, Петролиум и Jobless Claims в четверг. Так, теперь переходим на РТС. Рейтинг я пока выключил, он нам не нужен. Вот этот список инструментов подготовлен на сегодня. Если есть пожелания по каким-то инструментам рассмотреть детально, оставляйте сообщения на Facebook в группе WallSuite Online, на Google+, на YouTube-канале. Прямо под видео можете писать все сообщения будут замечены и не пропущены. Так, начнем с РТС и начнем с ликвидности. Итак, текущая торговая сессия достаточно неплохо по ликвидности прошлись. Причем здесь я хочу подчеркнуть, формирование Classic Profile настроено таким образом, что каждая сессия, каждый дневной таймфрейм, который вот здесь установлен, то есть каждый день отображается только дневная сессия. Соответственно, и суммарная ликвидность учитывается только за дневную сессию без вечерки. Вот, то есть это путем режима тайм-интервал можно сделать. Ну и собственно, сегодня у нас 664 тонны и это не самая слабенькая торговая сессия, то есть ликвидность на этот торговый день вполне неплохо накачали. Потом учитывать стоит вот эти две сессии, которые могут послужить поддержкой. Сейчас мы рассмотрим детально на уже дельта режиме и обратите внимание, какие есть гэпы между торговыми сессиями. еще в начале когда открылась полностью, официальная экспирация уже произошла по старому контракту и начался новый. Такие пробелы бывают. так теперь у нас открытый интерес пик открытого интереса на сегодня и мы сейчас отключим связку и установим только текущий контракт. Такой достаточно неплохой был открытый интерес с 31 и 639 вернее 638 почти 639 на сегодня пришлось. Ну собственно очень-очень отреагировали на это снижение и здесь по дельте сейчас посмотрим достаточно крупное количество дельты 25 тонн это вторая по рейтингу в сравнении с 31 числом там 28 тысяч 114 100 по 114 600 отметим как локацию на сопротивление в принципе тут постфактум уже видно что толкнули неслабо и по ядру контракта у нас сейчас выделим ядро 112 300 по 111 200 за одну сессию просто пробили пока еще не закрепились но уже ниже самого ядра стоит еще взять вот этот уровень который почти 250 тонн тоже оставили можно проследить посмотреть возможно будет какая-то поддержка на этом уровне пока только тестируют то есть на этом контракте и с поддержки ну остается у нас сильная сессия 108 700 109 и вот диапазон дисбаланса неплохой второго ранга поставим как поддержку далее в самой сессии очень много уровней с сильной дельтой на шорт нужно рассмотреть немного детальнее на 15 минут на таймфрейме эти события так это у нас неделя которая заканчивается здесь учтена вечерка тоже поэтому ставим режим бидаск запись постараются выложить сразу и отключу пока целый день и так кумулятивная дельта за всю неделю накапливалась до средины среды и затем начал убывать вплоть до полного полной победы соляров уровни с сильным дисбалансом уже на открытии были 113 600 114 потом еще стоит отметить уровень вот здесь собственно если даже 111 500 не пробьют в понедельник это очень печально будет держат на минимуме цену соответственно у байеров пока никакого контроля нет над рынком и по открытому интересу давайте рассмотрим то есть текущая сессия максимально важна для анализа на для отбора уровня на следующую неделю так как у нас де-факту почти реверсивная неделя по своей структуре открывали позиции начиная с 15.00 и до штата вот этот участок у нас с открытием сделок был сейчас посмотрим какой там лимит стоит о конечно это многовато для фильтрации тысячи процентов значит вот здесь у нас открывали позиции участок выделим 101 800 112 150 и вот здесь но тут у нас больше я бы не сказал что больше но раскакивали байеры у нас вот эта активность и вот эти ребята собственно выделим этот диапазон в качестве возможной поддержки если вечерка либо не пробьют в понедельник утром там может быть сброс тех кто на покупку заходил сценарий в любом случае заходить на покупку в понедельник после такого жесткого шорта будет небезопасно пускай сначала подтвердят контроль цены за байером и это ну как минимум нужно хорошая ликвидная площадка в понедельник возможно даже во вторник только можно будет смело открывать позиции в общем рисково будет если будет резкий возврат возврат опять на 113 то еще можно рассматривать в качестве сценариев на покупку с шортами тут проще есть активные выбросы эти точки дисбаланса мы сейчас зафиксируем и если будет коррекция до 113 можно пощупать в плане на сопротивление уровень ну и корреляция обязательно с нефтепродуктами более точно сейчас зафиксируем тут вот эту локацию так и поставим отметки какие диапазоны с какими ценами больше уровней на сопротивление соответственно их и учитываем как ключевые и по ликвидности ядро торговой сессии недели у нас их 2 ядра 111 800 по 111 200 тут понедельник вторник и пятница и вся реверсивная массивность которая находится на 114 200 по 114 850 то есть ну они равносильны фактически но здесь за 2 дня сформировали немало ликвидности выбросили особенно вот в районе 100 14 500 114 700 а здесь за 3 дня причем пятница достаточно ликвидна выброс был 63 тонны в первые 15 минут и это серьезный триггер 53 во вторую 15 минутку в общем немало так так здесь вот можно будет отметить диапазоны более плотно но более точно на 15 минут на таймфрейме мы рассмотрели итак на более таком масштабном графике с 12 мартовским контрактом качество хорошо что вы сказали сейчас я переключу режим сейчас должно быть лучше подгрузилось качество нормально сейчас лучше отлично 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 так у нас масштабно еще 110 ближайший уровень поддержки потом будет минус развитие до 107 500 то есть 100 даже можно сказать 109 по 107 500 диапазон минус развития то есть могут протестить и там возможно будет более глобальная какая-то площадка для формирования поддержки жесткий сброс был всей этой массивности тут два дня вышли вроде бы максимум обновлять и сразу вернулись обратно поэтому осторожнее не все расширения являются ключевыми и надежными так это у нас за полгода фактически ядро и это ликвидность ликвидность мы смотрели да рубль сбербанк по привычке рубль сейчас подгрузится сбер можно включить и еще лучше качество трансляции но не у всех может трафик выдержать всем всем привет сейчас погрузится данные на фондовом рынке у нас ну за период здесь выделен период с 13.03 ну как начались юнские контракты полный мере торговаться и рейтинг по сессиям 6800 у нас было в начале 5.7 было 5 и вот 7 почти 6 миллионов оборот по ликвидности 160 судя по тенденции у нас ключевой диапазон будет и да интересная динамика давайте посмотрим на базовые уровни по сберу возьмите 164 500 165 40 как диапазон сопротивления тоже на минимуме в зоне стоимости причем зона стоимость нижней третьей части профиля закрывают день это серьезный контроль цены за селлером давайте посмотрим на дельте что там происходит с сбером дельта миллион на стороне селлеров и это серьезный выброс так по ликвидности мы уже протестировали 17% относительно ликвидности дельта на стороне селлера как видите даже на этом срезе за март и за апрель ну больше было только вот 23 20% вот эти 2 сессии которые были на рост 17 20 не так часто проскакивают такие выбросы поэтому возьмите на заметку да кстати кумулятивная дельта снова на стороне селлера ну в общем коридор который стоит отметить обязательно 165 20 по 164 60 тут у нас давайте посмотрим так 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 97000 дельта 66 потом тут 65 и 59 тоже возьмем 66 с копейками так так где у нас еще был выброс 87 тонн 64 77 и 52 50 100 тонн уже 162 это уже ярким оттенком выделим потому что тут сильно выброс и 61 и 61 и 8 по ликвидности 400 тонн тут по 270 350 тонн вот совсем пропустил 165 140 тысяч дельта только одна только дельта 350 тонн оборотом был по объему в общем серьезная серьезная сессия значит коррекционный момент до 164 ну еще вот этот коридор можно будет пощупать в качестве позиции на продажу рассматривать если не пробьют даже этот коридор понедельник то у нас еще вполне может быть снижение в принципе покупать сразу после такого жесткого шорта и ну даже так на глаз если оценить то высота торговой сессии относительно высоты самого контракта составляет примерно половину рейнджа вот этой динамики то есть сильно ударили и ликвидности дельта если же это очень коварный сброс байеров которые были три сессии подряд на 168 которые шли того понедельник вторник мы быстро окажемся на 165 на 164 там еще может быть до среды будут туда обратно таскать котировку и потом уже с этой площадки можно будет прицеливаться на покупки до этого события лучше не рисковать из еще сценариев возможных после таких резких маневров обычно формируется следующая сессия во флете это из-за того что торгов торговцы не знают куда толкать котировку если селлеры еще остались на рынке они просто будут собирать всех возможных байеров которые в любом случае появятся при таком резком падении цены так что осторожнее не спешите с решениями газпром сейчас подождем подгрузку газпромчика 15 инструментов рассматриваем я добавил в GBL и банды американские если не против я думаю для многих инструментов немаловажно будет еще эти инструменты захватить значит давайте возьмем срез примерно за за год по газпрому смотрите чтобы добавить еще какой-то тикер на рассмотрение если у вас есть желание оставляйте оставляйте пожелания на youtube канале там где ул-стрит выкладывается в запись либо в сообществе ул-стрит на фейсбук чтобы можно было можно было заранее рассмотреть подобрать параметры фильтры для инструментов что если это делать на самом обзоре то это займет очень много времени и будет не камерфон так ликвидность у нас total мы сейчас уберем фильтр еще чуть-чуть и вот 127 с половиной будут тестить в общем позиционирование здесь затяжной период 160 на 130 пролет по акции и дельта по сравнении с предыдущими периодами 300 тонн было на рост вот 5 числа 429 дельта но есть и топовые вот по 2 миллиона 800 по 1 и 3 миллионов и вот события миллион 300 из последних которые вот буквально в марте проскакивали так что как видите на газпроме изредка появляются дельты на покупку это как раз те кто подешевле хочет акцию взять и базовый диапазон вот этой ликвидности которая сейчас серьезно проторговали возьмем 130 контрольная точка важно пройти для фиксации активности байеров 130 нужно расширить 128 по 129 базовый основной коридор как раз вот этой активности последний с начала марта пока еще не ушли ниже и это огромный плюс возможно удержат акцию и с понедельника начнутся покупки но в общем картинка пока вот такая в основном идут сессии на стороне продаж по диапазонам и по ликвидности на срезе тут ажиотаж не такой был как допустим на Сберии на РТС сейчас вот это 128 128 129 как диапазон важный ядро за период и итак рассмотрим вот этот массив здесь три дня подряд неплохо ставили байеры пока еще не до конца пробили этот диапазон поэтому возможно есть шанс что с понедельника с этого уровня восстановится динамика на рост и в общем поставьте алерты на этот диапазон далее по сопротивлению тут два дня в коридоре 129.60 пост 30 ставили след селеры и возьмем в качестве базового основного сопротивления ну контрольные точки ценовые это уже можно и самостоятельно выделить миллион 300 127 600 до этого диапазона может спокойно еще понедельник сигануть то есть сбросить байеров которые были под пост 128 там уже будем смотреть ну газпром уже потихоньку потерял статус лидера там уже появляются и другие акции которые неплохо себя показали так идем дальше рубль вы Продолжение следует... Я уже рассказывал про свои наблюдения по Роснефти. Я не анализировал детально фундаментальные параметры по компании. Доход, расход, еще остальные сложные достаточно. Для фондового рынка очень важно анализировать приход, расход, оборот. В какие направления инвестирует кэш-компания, в состав компании, цели. В общем, в таком ключе. И попалась статистика на сайте Forbes. По российским компаниям нефтяным, у кого, с кем, какие контракты. И там были даже данные по средней цене поставки контрактов. Итак, я решил эти данные выписать и в таблице внес и заметил, что из 20 компаний, где-то компаний 16-17, были контракты с внешними компаниями у Роснефти. То есть, большинство контрактов с другими компаниями, которые покупают нефть, у компании Роснефть было. В Газпром практически 2 или 3 компании было. Немного. Вот больше всех было у Роснефти по контрактам. Средняя цена тогда была, это где-то летом было или весной прошлой. Цена была средняя порядком 50 долларов, 49-51 долларов, вот так, у всех компаний. То есть, в районе 50 долларов, для нас это хорошо. Главное, чтобы не ниже пало. Так, собственно, рубль. Ликвидность топовая. Сегодня это только за дневную сессию. Просто аномально топовая. Такой был ликвид 3.4, 22-го и 3.7, почти 3.8 сегодня. Это только дневная сессия, учитывая сам. Значит, предпосылки у нас были вот 30-го, 31-го. 5-го числа, похоже, что сбросили в стопори еще раз. И давайте уже по дисбалансу пройдемся. Так, тут у нас дельта и уровни с важными ключевыми дисбалансами. Ядро, как видите, уже сместили на 57-440. Даже можно захватить до 57-й. Такой широкий коридор. В принципе, в идеале вот эти два. Ну, можно их объединить. Дельта на срезе за контракт больше всего как раз пришлась на сегодняшнюю активную сессию. 419 тонн на стороне байеров. Значит, дельта была и вчера на стороне байеров. Правда, 111 тонн. Так, диапазон, который тоже стоит отметить, как по ликвидности достаточно активный. 57.900 по 58. И, как видите, достаточно матеро вышли с 57.500 по 57.700. Тут коридор плотно с 57.760. Тут и вся ликвидность торговой сессии, как видите. Давайте посмотрим, что же там набросали. Так, 400 тонн, 30.000 дельта. 260 тонн, 18.000. 115.000 по 57.900. Это вот самая такая пока серьезная дельта. Из 300 тонн, 115 только дельта на стороне байеров. Это огромный перевес. Если тут включить дельта-процент, получается у нас 38%. 16%. 14%. Ничего себе. Серьезно. В общем, коридор с 57.760 по 57.900 берете как ориентиру в качестве поддержки. То есть, если шарты открывать, то пробитие вот этого коридора будет серьезным маячком. В случае, если не смогут даже 960 пробить, скорее всего, либо сессия будет болтаться в районе максимума пятницы. Возможно, даже выйдут выше, за 58-ю будут стоять. Мне так... Ну, достаточно много сценариев по таким движениям. Потом идет просто простой день. Flat. То есть, большинство участников рассматривают, как будет себя вести инструмент после такого аномального движения. Будут ли уверенность у байеров дальше толкать наверх? Это уже... Мы сейчас по спорту еще посмотрим, как там ситуация. 57.280 по 360-ю. Это вчера уже формировали площадку. С этой площадки они, собственно, и ушли. Так, ну, в общем, пока картина такая. Давайте еще посмотрим по дисбалансу средств. Ну, собственно, все на своих местах. Так, потом у нас выше 58-й ждет площадка в районе 58-460. Это сопротивление берем по 720. Тут вот эти 5 сессий. Здесь дисбалансы практически на каждом уровне. Ну, и на спорте сейчас посмотрим процент за день выше 10%. Это суммарная дельта. Вот 7.4 было топовое. Это аномальный перевес. То есть, перевес ликвидности со стороны байеров и селеров за весь контракт. Ну, вот в среднем, видите, какая происходит дисбалансировка. Там полтора, два процента, три, семь, четыре и десять. То есть, уже маячки были в 31-го, 0-3-го. Вчера было 4%, сегодня в аномальное. То есть, это ключевая сессия, ключевой момент. Значит, сценарий, который возможен, но его нужно дождаться. Это резкий возврат понедельника, хотя бы до 57-500, если еще ниже, хорошо. То есть, рассматриваем с точки зрения, возможно, это сброс селеров, такой аномальный. И в дальнейшем мы увидим, на самом деле, продолжение тенденции на шорт. Это как вариация. То есть, я стараюсь готовиться к сессии, всегда разные варианты рассматривать. И как байер, и как селер. То есть, ну, какой уже будет сценарий, это с открытия рынка будет понятным. Так, давайте посмотрим на срезе за 15 минут, что там произошло на рубле, собственно. Сейчас, синхронизацию включим. Так, в масштабах недели у нас ядро более точное, если выделить, 360 по 220. Реверсивная сессия, формация в заследу 880 по 0,08. Потом у нас площадка была 57 по 0,60. Тут суммарно и ликвидности достаточно. Так, 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 так. Да, жуткая такая площадка. Лимитками собрали всех, кого можно, видимо. и вот этот еще диапазон 140 по 210 тоже активность была 5 числа не слабенько так и де-факто у нас если с точки зрения объема смотреть гэп с 350 до 680 второй уровень тоже немаловажный это массив 740 по 850 тут ликвидности достаточно сейчас мы включим дельту средств за неделю так сейчас мы точно выделим это этот уровень и еще вот этот неделя закрывается на максимуме и это плюс в сторону байеров шортить пока не уйдут ниже пятьсот пятьдесят семь шестьсот восемьдесят не стоит это будет рисково и пока не восстановит контроль селлер лучше дождаться все-таки пробитие вот этого и объема крупного и дельты аномальной то есть ниже пятьдесят семь шестьсот восемьдесят уже можно будет рассматривать какие-то сценарий на шорт давайте посмотрим на споте как как ситуация я смотрите волстит онлайн проходит отбирается уровне поддержки сопротивления рассматриваются и те и те возможные сценарию то есть ответа на все вопросы что вам делать это уже в любом случае вы будете решать самостоятельно вы же не будете открывать позиции потому что михаил лемок так сказал правильно выборы посмотрите уровне берете на заметку и уже принимать решение исходя из своей торговой стратегии ниже не не известно о них поэтому лучше все таки взвесить все и принимать решение самостоятельно в любом случае так значит по ликвидности у нас нельзя сказать что прям аномальная сессия наблюдается 43 буквально вот в конце февраля было и по 6 миллионов оборот вот так что если на фоне за год не такая уж аномальная активность сегодня произошла так ближайшие вот соседи по 4 миллиона это сессии 31 и 30 числа 5 числа 3 8 был оборот то есть раз два три 4 5 5 сессий тут вот такую площадочку сформировали почти миллион только по 56 35 зашло по дельте у нас наблюдается суммарно дельта ну то есть де-факту ну она нулевая то есть нельзя сказать что здесь не покупки зашли обратите внимание что произошло по дельте вчера было 58 на стороне целлеров и сегодня минус 6 800 0 2 и 2 процента это по текущей неделе на споте прошу заметить гепиус 56 59 и по 75 то есть обязательно возьмите на заметку трейдов было 45 тысяч и это нормально по последней активности в общем не ажиотажном ближайший массивный коридор сит 7 и 8 по 58 17 массивность которая сформировалась февраль плюс март в общем вот эти уровни ну и возьмите 56 как контрольную точку в качестве ориентиру посмотрим сейчас на классы профайле где там у нас это мы сейчас уберем итак 355 тонн было 30 и последние два дня у нас преобладает дельта селлеров на самом деле нежели байеров достаточно такой хитрый маневр получается то есть стартовая 5 числа была у нас и дельта там в принципе соответствует две сессии идет на 57 с отрицательной дельтой что-то здесь не складывается соответственно как сценарий нашел как вариант не исключен возможно это достаточно коварный сброс селлеров ну в общем покупки идут на отрицательной дельте возьмите на заметку посмотрим как у них получится в понедельник трейдер 22 220w просьба ко всем указывайте имя возможно вниз свое настоящее но так удобнее привык привычно там иван николай обращаться в 220w что это такой mercedes что ли похоже на это все 635 максимальный объем за этот период а вольт лучше свое имя укажите вот важный диапазон в общем восстановление нисходящей динамики пока не уйдут ниже вот этого коридоров лучше не спешить значит давайте отметим где же были эти так уже дельта все-таки на стороне байеров 12 тонн 13 тонн подгрузилась и 56 880 по 56 90 вот коридор агрессивности со стороны соляров пока не идут ниже 56 8 даже краткосрочные какие-то продажи пока отложите положительные у меня уже 4 4 4 4 4 уже оборот так идем дальше будущего никто не знает поэтому будем опираться на факты на то что происходит еврик и так за год в картинка по еврику выглядит вот так вот и это интересно очень особенно последняя активность абсолютно похоже контролирует ситуацию вы видели когда-нибудь на еврике вот такие сессии 1 2 3 4 5 6 и сегодня седьмая ушла 6 сессии вот таким вот аккуратненьким сползающим срезом ну за год вот я смотрю таких формаций практически не было ни разу прям так аккуратненько вот вряд ли кучу трейдеров решили вот так аккуратненько выстроить 6 сессий 6 сессий это не две сессии это не 36 сессий вот так аккуратненько выстраивают ну не исключение что здесь тоже может быть возвратный маневр ликвидность не аномальная 166 оборотов бывало и побольше значит ближайшие тут соседи по 200 тонн здесь всего лишь 166 то есть события сегодня в там не сильно ключевое и дельта идет на стороне байера скажу вам 6 200 и сегодня 2 1200 массивность которая сформирована за счет вот этой жуткой волатильности сейчас мы выделим ее более точно включаем нашу значит так 144 пипса туда-обратно протаскали итак берем вот этот коридорчик как важный для формирования поддержки то есть тут могут еще тормознуть это снижение и посмотрим по открытому интересу у нас открывает позиции и вчера и сегодня фиксация в основном была вот на этом периоде эти две сессии у нас немножко прирост так и дельта как раз идет на стороне байера так что как вариант возможный сценарий возврат опять на 107 и очень возможен тут достаточно плотненько стояли байера активность по открытым позициям вот последние две сессии так что если же сценарий на покупку не подтверждается то есть возврат на 06790713 вполне может быть сценарий понедельник это флэт и во вторник уже начнут расширять этот массив либо протестирует все-таки 0560 давайте на дельте посмотрим что там у нас так 07 полторы тонны только вот сейчас начало дельта идти на short и по активности последний с 31 до 31 числа по 6 одни вайры давайте выделим этот коридор и зафиксируем основную активность покупателей включаем режим дельта значит коридор у нас 0695 по 07 до 20 плотненько расторгован со стороны байеров и как вариант это пятница сброс топорей в общем не исключено так трон тан 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 вот этот коридорчик если понедельник начнет уходить за вот этот коридор вполне может быть сценарий что понедельник закроется в районе 07 так по ядру недели ну и еще для сопротивления уровень 0760 и по 0795 тут 2 2 дня дисбаланс зафиксирован ну и весь этот коридор который отмечен это результат работы за 6 торговых сессий дельта там самая плотная на покупку сам контракт фактически вот расширили уже если понедельник так и останется здесь болтаться то процент проложения вот этой динамики которая была пятница увеличивается если понедельник как а шпанили возвращается на 07 есть шансы на то что мы наблюдали на самом деле снятие стопа и вот такие ситуации фунт значит картинка за год выглядит с 29 дельта только на стороне байеров буквально одна сессия была 5 числа на стране соляров даже текущая сессия которая пока вот мы видим по активности на стране байеров ликвидность стандартная без каких-то сильных сдвигов сторону аномальности ключевой раз диапазон потом поддержка точно нужно выделить это вот ближайший уровень который ну как ближайший один из в этом контракте и базовая массивность у нас 250 по 242 тут за год не слабенько проторговали открытый интерес как видите шестого числа у нас 240 был прирост и сегодня у нас 241 ну почти не изменился то есть вот этот шорт явно что выбросили часть байеров давайте посмотрим на срезе по дисбалансу как видите вот у нас 17 и 2 и 9 дельта ликвидность относительно ликвидности 2 и 2 2 и 8 сдвиг на сторону байера и тут 104 здесь 100 вернее 79 почти 80 ровно ликвидность всю неделю без каких-то гипер всплесков ядро контракта 2455 2525 и стартовый массив 2265 был в начале контракта 223 и по 2265 ну и дополнительно этот уровень так и остался на стороне поддержки 2165 2190 контрольная точка вот 24 прям прям вот-вот осилит и такой коридорчик поддержки в которой был давненько уже возьмем его как второсортный уровень поддержки то есть не ключевой так 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 значит 5 числа у нас и сегодня 3 тонны уже дельта на стороне байеров давайте посмотрим что же там творится на срезе за 15 минут октябрь октябрь мы плотнее поставим. Аномальная ликвидность за неделю 11 тонн, это как раз пришлось на это движение на шорт. Дельта кумулятивная за неделю только набирает обороты на этой сессии. Пиковая была 5,7. По дням тоже пиковая дельта, еще в четверг была такая не слабенькая кумулятивная дельта. Вот этот весь яркий момент, самый ликвидный у нас на стороне байеров. Здесь видно по общей картине 15 минуток, в основном активность была на стороне байеров. И тут нужно выделить коридорчик 241-242. Потом идет 2465 по 244. И по сопротивлению фиксируем вот этот весь процесс. Особенно важен 25.05 по 25.20. Тут два дня фактически там оставили хороший след. Даже можно захватить еще понедельник 25.30. То есть это четверг среда и кусок понедельника один диапазон 25.05 и 25.30 сопротивления. Так. 23.94 отметка. Минимум недели. У байеров пока ситуация не особо надежная. Пока они проигрывают. Значит, как сценарий, если это был сброс байеров по стопорям, то нужно вернуться как минимум хотя бы до максимума пятницы. То есть на исходную точку 24.80. Раньше запускать покупки, я думаю, не стоит. Будет достаточно рисковым. Сценарий на продажу. Берете коридор. Вот здесь активность на стороне селлеров была. Конкретно диапазоны пятницы рассматриваете. И ключевая точка, если 24.20 не пробивает. Вот здесь были всплески селлеров. То есть это первый критерий для пробития на покупку. Если это даже не пробивает, даже не стоит рассматривать покупки пока еще рано. Ну а на продажу защита вот этих активных выбросов и двигаемся дальше. Значит, индекс доллара. Как у нас ситуация по индексу. И рассмотрим австралийский. Сейчас индекс доллара сначала. Дельта на стороне байеров сегодня и вчера было 268 контрактов. Диапазон ключевой 120 по 155. И ключевой по сопротивлению уровень 101.50, 101.60. контрольная точка на реверс контракта пока идет на этом уровне. Ядро наиболее ликвидное. Проторговка была 99.40 по 99.65. Тут и максимальный объем за контракт. Ну и 99 как стартовая точка. Реверсивная ситуация. Селлеры, потом сразу байеры. Так. И по ликвидности у нас 33 тонны. 47 топ. И 33 уже было 21. Ну, в общем, в тройке лидеров по ликвидности. Да, мне тоже вполне ощущение, что это маневр достаточно манипулятивный. на многих рынках произошел. Так что пока вот сразу бросаться на образуру не стоит. Повремените понедельник, вторник. Я бы вообще паузу взял. Посмотрел бы на реакцию на это событие. Как будет понедельник, вторник себя вести. Только в среду бы пробовал открывать позиции. Ну, в принципе, так скорее всего будет. Так. И, 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 и. Следующий у нас астрал. Значит, у нас фактически пробитие идет контрольной точки. Тут немало так сбросили позиций. То есть по активности за год. Ну, тут прям просится три семерки как сопротивление. Ну, и 75-е вот уже второй раз подходит. И по ликвидности у нас плотненько, на самом деле, плотненько. Всю неделю по 80 тонн фактически. Практически, практически. Но, ну, 70-80 всю неделю. Каждый день идет. Опять же, как на Артесе. Не на Артесе, а на Еврике. Помните, мы смотрели. Такая же самая структура. В понедельник посмотрим, как этот модельный ряд заканчивается. Маневром каким. Ну, такие срезы на многих рынках можно увидеть. Но не на всех рынках они, ну, результат этого формирования будет не один и тот же. Так, ну, вот, допустим, идентичная картинка. Очень схожая. и потом сбросили и опять же постепенно такую же самую модель формируют и снова ушли то есть может быть возврат на 76 и потом снова на шорт могут уйти спокойно так дельта процент у нас как видите тоже на покупку как на фунте и как на еврике последнего дня дельта на стороне байеров достаточно интересная нестыковка активности тенденции дельты так ну вот ликвидность ровная 5 дней подряд тут видите разная ликвидность часть недели такая а тут прям под линейку соответственно манипулятивное движение тут можно к гадалке не ходить ключевой диапазон 75.40 по 75.70 и ядро контракта 76.15 по 766 он же сопротивление и этот коридор тоже возьмите как возможно уровень сопротивления по дельте из 5 дней одна только была на стороне селлеров суммарно за неделю в основном сессии были на покупку и 75.15 такая точка интересная давайте посмотрим тельту общая картина ну да вот как видите 75.70 байеры и 75.40 тоже они вот этот уровень 75.20 часа поменяю и 75.40 ровно тоже одни те же байеры то есть ну лучше получить подтверждение сразу реагировать на эти уровни покупками не стоит достаточно коварное движение прям так рассчитано все вот были ощущения что трамп что-то да отпляшет если не ошибаюсь увеличенные у штатов бюджеты на вооружение с приходом трампа а это не к добру спокойно на планете не будет в общем фиксируется вполне возможно фиксация селлеров которые вот здесь открывались у нас есть три сессии и тут дельта соответственно идет на снижение но ликвидность ровная ну посмотрим важные уровни отмечены у кого островов так фгбл это мы на следующий волстрит онлайн начнем с золотом на следующий волстрит онлайн включим фгбл и банды по штатам золото у нас открыт интерес прирост по этому периоду июньского контракта пик 308 и ядро берем внимание 12 51 по 12 58 с копейками ну и тут же максимальная цена идет значит прирост и дельта топовая 9 тонн открыт интерес и смотрим ликвидность 250 оборот за день 235 было 5 числа и это стоит учитывать значит еще раз топовая дельта за текущий контракт вот вот этот маневр ключевое событие сейчас за последние несколько недель тут коридоры сейчас мы отметим ключевые точки значит было движение у нас вроде на покупку и ликвидность неплохая и тут сразу же обратная динамика то есть это очень схоже на движение выше максимума сняли всем стопики и открывали продаж значит ликвидность базовая за день у нас пошла выше 64 по 68 ну и потом идет вы сейчас сейчас мы зафиксируем важные уровни вот текущая сессия на золоте неплохо отличилась это 60 63 с половиной по 63 8 60 по 59 и 5 58 и 5 ну и шильдик на тройскую унцию на минимуме пятницы ну практически да нет не практически но на минимум пятницы так и закрывается сопротивление если понедельник не сможет уйти даже выше этого уровня первое такое сопротивление которое вполне могут пробить если даже этот уровень не пробьют то у байеров огромная проблема и лучше работать на стороне тех кто контролирует цену вот такая активность на золоте бренд котировка и ситуация за год и так по степени ликвидности на текущей неделе и сегодня включ включая сессию нельзя сказать что это были сильные какие-то обороты стандартная неделя стандартные сессии тут бывало и по 300 тонн оборот и по 490 вот эта сессия 48 за день по 52 этот уровень так и остается пока самым ликвидным последние несколько месяцев второй у нас идет ближайшее это 9 числа видите этот диапазон так и не пробуют пробить вернулись на массив 56 вот этот коридор 56 по 56 и 8 вернее 40 55 и 3 по 56 и 8 то есть сейчас посмотрим по открытому интересу вчера не вчера вот здесь у нас прирост был 3 дня заходили потом 3 открывали позиции 5 и фиксация идет под эти последние два дня сейчас дельту ну в принципе понятно 3 дня идет идентичная дельта везде вот 3 7 3 2 2 и 8 то есть 7 тонн было четвертого на покупку и 3 дня идет ну во-первых дельта на продажу плюс падает открытый интерес скорее всего это фиксация покупок либо вот этой сессии либо вот этих трех плюс не аномальный объем то есть взлет может быть вполне манипулятивным и это мы наблюдаем сегодня сброс топорей вот посмотрим ликвидности немного на бренд вышло поэтому опять же видите сколько инструментов и везде практически идет какой-то нестыковка по многим инструментам остается пока преимущество по поддержке у этих сессии трех сессий 52 10 по 51 50 потом 0 4 и последующие два дня у нас поддержка была вот здесь в общем там ух ты так что у нас тут давайте посмотрим объемы дельту значит вот здесь 4 пятерки 55 75 коридор сопротивления и почти штука на 55 45 в общем коридорчик на сопротивление стоит взять на заметочку так здесь у нас практически 53 55 по 54 25 это если учитывать этот коридор еще части этого 7 итак ценник на жижу черного золота 52 22 срез за год у нас выглядит не сверх аномально по ликвидности но прирост есть вот последние 4 сессии относительно ну давайте возьмем 30 посмотрим ну как видите и за месяц тоже что я только что сделал чтобы вам понятно было почему некоторые сессии белые некоторые серые берется срез ликвидности средний за 30 дней и если сессия по ликвидности выше среднего оборота за день то она будет белым цветом если не выше то она серым открашивается вот вы видите сессии у которых падение по ликвидности было тут как видите 3199 500 440 и 425 сегодня открытый по сей у нас прирост был 2 числа и были еще открытия в конце марта вот здесь у нас по ликвидности тоже неплохо выставили и 24 значит по 561 упали на 482 причем давайте посмотрим по чисто текущему контракту дельта сегодня 4 и 6 вчера было 3 2 и вот 4 числа 3 8 собственно немаленькая дельта ну все покупки которые были открыты судя по всему сразу начали фиксироваться раз дельта открытый интерес еще раз проверить а не сори если включить данные чисто за текущий контракт тут пиковая дельта на открытие ой открытый интерес пиковый 364 то было склейка поэтому склейку нужно ну если открыть интерес смотреть лучше не на склейке прирост у нас получается на 20000 плюс дельта вчера продажи были вернее 5 числа шарты вчера только был 3200 и 4.5 сегодня ну в общем-то можно отметку 51 с копейками ставить как алертик и если уйдут ниже 51.3 сейчас посмотрим более точно на кластер профайле так сейчас на юинском сколько да еще майский так 500 оборот 440 и 428 значит берем по ликвидности 50 15 по 50 60 и как ядро и как уровень поддержки тут даже можно взять 50 10 потом идет активность которая была на этой неделе 51 55 по 51 и 80 пятница как видите не ушла выше четверга то есть 53 отметка пока еще не закрепили 47 55 по 48 и 20 и еще вот этот массив стоит выделить особенно вот эту активность 49 1 по 49 45 и так ровно аккуратно 4 сессии шли наверх и ликвидность тоже была практически все 4 сессии ровненькая процент перевеса 5 и 4 всю неделю кроме 5 числа и сегодня сегодня нулевая как видите уже 2 тонны на стране сейлеров и она похоже уменьшается может быть до закрытия еще и байеры возьмут под контроль котировочку значит для ориентиру сценарий сейлеры не пробьют этот уровень есть шансы на продолжение роста сейлеры пробивают этот уровень тогда следующий коридор где могут их приостановить это 50 55 по 50.8 тут сессия отличилась и дельта там суммарно хорошая и потом уже идет ядро за текущий контракт и напоследок и S&P и Обратите внимание на срез ликвидности 6 числа в районе миллиона 600 и почти 2 миллиона было 5 числа сегодня миллион еще пока не на торговали до конца сессии основной полтора часа примерно чуть больше 200 тысяч под закрытие могут еще и бросить немножко ликвидности и так берем на заметку из пяти сессий 4 выше 23 62 так и не посмели уйти кроме как раз пятого числа открытому интересу у нас есть прирост 4 5 и вчера мне сегодня так числе точно выделю до вчера фиксировали в среду фиксировали и сегодня призна соответственно дельта 4 на buy 5 6 на селеры и сегодня 4000 всего лишь на покупку ну де-факто три дня нулевая дельта фактически идет ликвидность не аномальная не сверх аномальная то есть какие-то гипер выбросов не обнаружено 5 числа было почти 2 миллиона то есть три сессии таких было выше миллион восемьсот за текущий контракт с миллион шестьсот было четверг и по уровням выделим сопротивление 2369 по 2371 тут и объем за сессию основной и дисбаланс потом ядро контракта фиксируем 2359 по 2347 2341 в качестве поддержки объемненький уровень хорошим уже три раза то есть или этот уровень и в котировочкой так и болтается на 2360 ну либо у этих уровней два дня вот здесь бросали сопротивление за 364 судя по всему там у них и без убыток стоял раз дельта потом выскочила положительное и обратите внимание что по вот этим двум ценам два дня подряд на этой неделе еще на той были выбросы баеров грубо говоря из последних пяти дней здесь еще на дельте отличились то есть как-то уж больно часто в этих ценах проскакивают закупочки возьмем отметим на всякий случай мониторте на предмет активной поддержки этого уровня понедельник если будет вот таким образом стоять то принципе может быть еще протестят семидесятую как минимум там же будем смотреть пробитие 71 так по дельте мы уже отметили дельта процент я вам не показывал тут у нуля все собственно затянулась флэтовая формация на этой неделе и выброс был за 65 среду в общем alert на 41 ставьте если пробьют тогда уже с покупками точно ну стоит отложить ядро 47 по 59 ну и сопротивление 2369 2371 спасибо что пришли запись постараются выложить сегодня 12 открыт вебинар приходите вход свободный хороших выходных теплых деньков и попутного тренда всего хорошего и на лучшего до присоединяем пока